В Тверской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. На очередном заседании регионального правительства рассмотрели итоги выполнения проекта в 2020 году. Наталья Чекет продолжит тему. В настоящее время по итогам первого этапа реализации программы переселения из аварийного жилья за 2019-2020 год благоустроенное жилье переехало 403 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вашневолодского и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Напомним, что в регионе программа была запущена в 2019 году. Она продолжает работу по сокращению аварийного жилищного фонда, которая велась с 2016 года. Глава Вашневолодского городского округа Наталья Рощина подчеркнула важность того, что граждан переселяют в новые дома со всеми необходимыми условиями для комфортной жизни. Переселяем только в новое жилье. И это жилье имеет свои критерии. Не просто новое жилье, а оно имеет критерии. Оно должно быть кирпичным, должно быть с определенными условиями строительства. То есть это как раз важно, потому что мы из плохого в плохое не переселяем. Во время заседания Игорь Руденя поставил задачу региональному министерству строительства и администрации муниципальных образований. Обеспечить выполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки. Контролировать каждый ее этап, в том числе соблюдение стандартов качества при строительстве домов для переселения. Мы приняли решение, что ниже норм, которые у нас рекомендованы для одного человека либо для семьи, у нас не будет. И разницы между финансированием человека по метрам и необходимыми минимальными метрами на человека и на семью, это доплачивается из областного бюджета. На это выделяется достаточное количество денег. Квартирография полностью соблюдена. Переселение граждан осуществляется по НАЦ-проекту «Жилье и городская среда». И программы рассчитаны не только на переселение, но и участие региона в создании качественных квадратных метров для населения Тверской области. Планируется, что на втором этапе жилищные условия улучшат 538 человек. В общей сложности по региональной программе к 1 сентября 2025 года в Верхневолжье новое жилье получат 5 121 жителей области. А общий объем финансирования составит почти 4 миллиарда рублей.